Песни Соломона Песни-книга Песни-песни Соломона Тридцатая часть Танаха Четвертая книга Ктувем Каноническая книга Ветхого Завета Приписываемая царю Соломону В настоящее время обычно толкуется Как сборник свадебных песен Без единого сюжета Но может интерпретироваться Как история любви царя Соломона И девушки Соломиты Либо как противопоставление чистой любви Соломиты К пастуху и участи Женщин в гареме Соломона Действующие лица Интерпретация количества основных действующих лиц Лежит в диапазоне от двух до трех Центральная героиня песни Девушка Соломита У нее смуглая кожа и рыжие волосы Она одета в хитонной сандалии В нее влюблен царь Соломон Но она любит молодого пастуха За что страдает от царских стражников По роду занятий Соломита Крестьянка Она стережет виноград В конце песни Песни она призывает своего возлюбленного Бежать от гнева царя Упоминаются и другие персонажи Например, стражи Обходящие город Чири и Иерусалимские 60 цариц 80 наложниц И девиц без числа Жительница садов Товарищи Овцы Козы Кобылица От трех лиц попеременно ведется повествование Причем явно границ между партиями не обозначено Поэтому местами трудно определить От чьего имени идет текст Название Название книги появилось позже текста Выражение с сочетанием единственного и множественного числа Того же существительного характерно для древнееврейского языка И означает обычно Превосходную степень понятия Песнь Песни Значит наилучшая или наиглавнейшая с песен В толковании Афанасия Александрийского Название книги объясняется тем Что песнь Песни следует после других Песен объединяет и завершает их После нее не нужно ждать иного обетования Датировка авторства Традиционно авторство песни Песни приписывается Соломону В третьей книге царств утверждается Что Соломон сложил тысячу пять песен Имя Соломона присутствует не только в названии книги Но и неоднократно называется в тексте Повествование ведется в том числе и от имени Соломона Героиня книги прямо обращается к герою по имени Упоминание города Фирцы Столицы Северного Израиля Указывает на период между разделением царств И перенесением столицы в Самарию В 875 году до Н. Э. Заимствования из-за арамейского еленизма Могут свидетельствовать о более позднем происхождении Либо изменении текста Существует мнение, что песнь Песни представляет собой разновременный сборник Свадебных гимнов Упоминание имени Соломона в этом случае Может не означать его авторство Так в русском свадебном обряде Жених и невеста могут именоваться Князем и княгиней Сходство находится в более древних египетских текстах Языковые и стилистические параллели существуют в источниках Принадлежащих угорицким и месопотамским культурам Связь песни-песни со свадебным гимном Отмечал еще Ориген По форме произведения относилась им к драме Фольклорной гипотезе происхождения песни-песней Противоречит изысканный язык Стилистическое единство и взаимосвязь Фрагментов книги Наличие большого числа названий Животных, растений, благовоний Непалестинского происхождения В песне-песней встречаются слова Неизвестные по другим книгам Библии А также широко используются топонимы Можно сделать вывод Об образованности автора Хорошим знакомств из географии Палестины О его принадлежности к интеллектуальной Финансовой элите Включение в канон Согласно Талмуду Включение песни-песней в ветхозаветный канон Произошло на Иоаннийском собрании Хотя многие учителя высказывали мнение Что книга песни-песней оскверняет руки Было заключено Что все состояние мира не стоит того дня Который дан эта книга Одно другому не противоречит Как видно из следующего места Мишны Никто никогда в Израиле не спорил Против того, что песня-песня оскверняет руки Ибо весь мир не стоит того дня Который дана была Израилю Песни-песней, ибо все книги святое А песни-песни святое святых Ибо паровина талмудической терминологии Термин «осквернять руки» в отношении священных книг Означал их каноническое достоинство География В песне-песней упоминаются следующие Географические названия Галаат, Дамаск, Ирмон, Иерусалим, Кармель, Ливан, Флора и Фауна В синодальном переводе упоминаются Растения Айр, Алый, Виноградник, Гранат, Кедр, Кипарис, Кипер, Корица, Лилия, Мандрагора, Мирра, Нарт, Нарцисс, Пальма, Пшеница, Смоковница, Тернии, Фемиам, Шафран, Яблоня, Животные, Голубь, Ворон, Горлица, Лисица, Лань, Кобылица, Лев, Барс, Козы, Овцы, Олень, Серна, Анатомия, Глаза, Губы, Зубы, Ноздри, Волосы, Щеки, Шея, Груди, Сосцы, Живот, Бедра, Стан, Ноги, Толкование, Песни, Песни, Иносказательное Прочтение в еврейской традиции Основным смыслом песни-песни считается отношение Бога и еврейского народа Подобная символика комментаторов песни-песни использована христианами, начиная с апостола Павла, говорящего о браке Христа и Церкви Также невеста из песни-песни считается прообразом Богоматери Многие эпитеты и выражения, заимствованные из песни-песней, используются в богородичных песнопениях и текстах богослужений на богородичные праздники В богослужении католической церкви чтение песни-песни обязательно в праздник посещения Марии и Елизаветы В своем всецерковном послании Бог — это любовь Папа Бенедикт XVI упоминает песни всех песней, используя ее лирическое и прямое трактование в поддержку своего тезиса о том, что страсть и самопожертвование любящего — это две половины истинной любви, желающей получать и дарующей Согласно религиоведческой традиции XX века песни-песни несет в себе следы языческого культа Адониса Православной традицией считается, что песни-песни несет в себе тройственный духовный смысл Описывает любовь между Богом и человеческой душой Пророческие описания о Богородице Духовное возрастание человеческой души на пути следования к Богу Возражение против каноничности книги «Песни-песни» выдвинул Феодор Мапсу Ястийский, истолковавший ее буквально, как любовную песню Соломона Отрывки из его сочинений с критикой книги были единодушно восприняты во Вселенским Собором как нечестие, а сам автор был предан анафеме Существует постановление в его Вселенского Собора, которое анафем отстает тех, кто учит, будто бы «Песнь-песни» говорит о любви между мужчиной и женщиной В «Песне-песни» усматриваются следующие темы православного вероучения 1. Исихазм 12 ступеней духовного возрастания на основе учения Макария Великого 2. Стижание Святаго Духа Божия 3. Гносиологическое исследование шести основных ступеней духовного возраста человека по учению преподобного Исаака Силена 4. Догмата о воскресении мертвых Переводы Греческие и латинские переводы Песнь-песней входит в состав септуагинты, но, вероятно, переводилась на греческие и не одновременно с пяти книжием Славянские переводы Переводы периода рукописных и первых печатных книг Мефодиевский перевод Первый перевод песни-песней на славянский язык был сделан с греческого в IX веке, как принято считать, святым Мефодием Текст сохранился во многих сборниках книгах Премудрости Глаголический перевод В хорватских богослужебных источниках с 1389 года появляются отрывки из песни-песней, записанные глаголицей В сумме они дают полный текст книги без второй главы Перевод был осуществлен с греческого с многочисленными правками по латинскому тексту Толковый перевод известен по 30-ти сохранившимся спискам 12-17 веков Текст песни-песней разделен на 179 пассажей Каждый из которых сопровождается толкованием Среди имен толкователей около 60-ти раз называется Филон Карпофийский Около 30-ти Григорий Инийский Семь раз Ипполит Епископ Римский И один Ориген Известны также списки перевода Освобожденные от толкований Язык переводчика восточнославянский В тексте использовано много русизмов Язык оригинала Греческий Возможно использовались южнославянские переводы Древнерусские Музейные и Виленские переводы Из еврейского оригинала Каждый из переводов известен в единственном списке Первый, датируемый по бумаге 16 веком Находится в собрании Российской государственной библиотеки Второй, в Академии наук Литвы Оба перевода выполнены, вероятно, евреями на западнорусской территории Перевод Константина Костенецкого «Пять сни, пять сны» Константин Философ перевел с греческого толкования на песню Песни Феодорита Кирского Известно несколько списков перевода Как с толкованиями, так и освобожденных от них Западнорусские переводы со старочешского оригинала «С я неразумному дает разумет» С XII века в Чехии велись переводы библейских текстов с латыни Известно два перевода песни-песней С чешского оригинала на западнорусский язык Один из переводов выполнен в 1518 году Франциском Скориной Перевод из Острожской библии Арсаламона В 1580-1581 году В Остроге на Волыне Первопечатником Иваном Федором Издана печатная библия Названная впоследствии Острожской В основе текста лежала Геннадиевская библия Текст же песни-песней был взят из толкового перевода С дополнениями по Мефодиевскому переводу и переводу Константина-философа Возможно также использовался перевод Франциска Скорины Текст сверялся с греческим, еврейским и латинским оригиналами Русские переводы нового времени Один из первых поэтических переводов Песни-песней на церковно-славянский язык Сделан в 1679 году монахом Мордарием Холныковым В настоящее время наиболее употребимы Два перевода песни-песней Синодальный перевод и перевод британского иностранного библейского общества Перевод с попыткой сохранения ритмических особенностей еврейского оригинала Выполнен в 1909 году Абрамом и Фросом Понять песнь-песней значит понять в себе любовь Это строка из предисловия замечательного русского искусства вида и переводчика Абрама Марковича и Фроса к его переводу Песнь-песней Соломона Было ему тогда чуть более 20 лет от роду И отношение свое к поэме в том виде, в каком донесли ее нам столетия Он выразил так Она, может быть, не научно искажена, но любимой близка мне с детства Когда в маленькой синагоге я впервые услыхал, как Сомбона читал ее старческим, дрожащим, но незабываемым любовным голосом старик Мшулах Посланец с какой-то еврейской общины Работа Абрама и Фроса была первым полным поэтическим переводом Песни-песен на русский Он переводил с древнееврейского языка аж кеназийском произношении Распространенном тогда среди евреев Восточной Европы И ему удалось передать звучание сложного ритма стихов оригинала Не сбиваясь ни на общепринятую стихотворную метрику, ни на прозу Фрос достиг этого путем разделения канонических изречений на строки, руководствуясь особыми внестрочными значками в библейских текстах, своеобразными нотами, определяющими высоту голоса при произношении слов и паузы между ними Перевод А. М. Фроса весьма точен переводчик, тщательно сверял со словарями, бывшими тогда в его распоряжении, каждое слово и выражение И. В случае расхождения между ними мотивировал выбранное им значение в особых примечаниях к переводу В 1910 году вышло в свет второе, дополненное издание книги, которое, кроме текста поэмы, включало статью Эфроса о методе его перевода и примечания к нему, а также ответы критикам первого издания и предисловия к обширной подборке статей, посвященных песне и песней Важным разделом книги явилась антология русской поэзии XIX – начало XX века на темы «Песни песен» В 1969 году в Тель-Авивском книгоиздательстве «Бецелиль Черековер» этот перевод А. М. Ф. Роса вышел отдельной книжкой без приложений, но с параллельным ивритским текстом, разбитым на строки соответственно переводу Единственный известный поэтический перевод «Песни песней» за весь советский период принадлежит выдающемуся русскому востоковиду и филологу, исследователю семитских языков Игорю Михайловичу Дьяконову Работа эта выполнена в духе современного научного понимания и вопроса Переводчик усматривал в «Песни песней» главным образом – сборник свадебных песен Книги, поэзия и проза Древнего Востока Хоровые партии набраны курсивом Выделены и объяснены различные моменты древнего свадебного ритуала Например, «Поймайте-ка нам лесенят, поймайте маленьких лесенят, они портят нам виноградник, а виноград-то наш не расцвел» Этот стих объяснен в сноске, как песенка, с которой подружки ловят мальчика в дружика Примечательно, что свои пояснения и «М. Дьяконов» с добросовестностью ученого предваряет вводным словом по-видимому или завершает вопросительным знаком Сам перевод точен и верен Он интересен и как попытка соблюсти особенности стихосложения, общие для народов Древнего Востока Значительным событием в истории перевода поэмы явилось стихотворное переложение с библейского текста Льва Ерошевского Песни под редакцией Из предисловия М. Кузмина, выдержавшей несколько изданий, в том числе в Петербурге, Одессе и Вене Изображением простодушной любви Пишет в своем предисловии Кузмин более всего пленительна Песни, хотя, конечно, и местный колорит, и племенной темперамент выражены очень ярко Мне кажется, что переводчик, остановившись на стихотворном переводе, хотел, насколько можно, приблизить к нам эти безыскусственные струки простой, откровенной детской любви Лев Ерошевский придерживается драматической фабулы трех персонажей, начисто отвергая аллегорические версии поэмы, как иудейскую, так и христианскую Можно утверждать, не впадая в преувеличение, пишет он в предисловии от переводчика, что займись комментированием песни-песни буддисты То и они неизбежно пришли бы к выводу, что в каждой ее астрофе таятся высшие откровения будди Последние годы ожил переводческий интерес к песне-песен Так харьковская поэтесса Ирина Евса в книге «Песнь о песне» переложила ее рифмованным стихом, придав иную просодию и звучит это свежо и сладко «Выйди, царица сада, не укрывайся тенью, небо твое, прохлада, голос подобен пенью птиц, отбеги, любимый» Издание прекрасно оформлено и, кроме работы Иль, Евсы, включает известные, но давно не издававшиеся переводы, комментарии, литературную критику, а также антологию русской поэзии на темы Песни от Александра Пушкина Доль Волосева и Венедикта Ерофеева включительно В том же году вышла в свет песня «Песни царя Соломона» Антология русских переводов со статьями и переводами Игоря Дьяканова и Абрама Эфроса Кроме того, в книге приведены перевод XVI века и антология русской поэзии на темы «Песни песней» от Гавриила Державина до наших дней Годом раньше Иерусалимский институт изучения иудаизма в СНГ выпустил комментированное издание «Песни песней» в переводе Равина Нохума Зиева, Рапопорта и Бориса Камянова Прочитавших поэму как аллегорическое произведение, в котором речь идет о любви между Всевышним и еврейским народом Запрет на чтение У евреев существовал запрет на чтение «Песни песней» до достижения 30-летнего возраста Сторонником подобного запрета был Лютер Песни в культуре, литературе и искусстве Изобразительное искусство Царь Соломон на троне Песни Песни Мартин Девос 1590 год Роза Шарана Гравюра из цикла Библия в картинах Картина Возлюбленная Данте Габриэль Рассетти Литература По мотивам песни Песни написано множество прозаических и стихотворных произведений различных стилей, жанров и трактовок Мистические, философские, иронические, фривольные и так далее Под крышей промерзшие пустого жилья я мертвенных дней не считаю Читаю послания апостолов я Слова псалмопевца читаю Но звезды синеет Но и не пушист И каждая встреча чудесная А в Библии красный кленовый лист Заложен на песне Песней Анны Ахматова 1915 год Переложение песни Песней создал Вольтер Русскую стихотворную интерпретацию Написал Державин Повести Куприна Суламиф Сделана попытка восстановить сюжет песни Песней Томас Манн в романе Иосиф и его братья Описывает свадьбу Якова На которой поются эти песни Таким образом По замыслу писателя Песня о песне Возникла задолго до Соломона Пушкин Шалом Алейх Эмфет Мэй Бальмонт Ахматова Цветаева Мандельштам Пастернак Волошин Саша Черный Вадим Шершеневич Геяне Музыкальные произведения Оратория Песнь Песни Цикл Из 29 мотетов ДЖП Палистрина Песнь Песни Оратория На текст Песни Песни Соломона Песнь Песни Оратория Композитора М. Лаври Восьмая глава Кантиком Кантикорум Храма Хоров Виолончели Сочинение Окна Эфеля 1993 Песни 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 На музыку Аве Мария Михаила Шпилевского Песни Песни Два Песни На музыку Михаила Шпилевского Песни 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 Альбома Зыбест Группа Новый Иерусалим Наложим Моем ночью Скемен Песня из альбома Для тех Кто видит сны Вол Одна группа Оргия Праведников Текст Песни Представляет собой Нарезку из строк Песни Песни Соломиф Песни Ирины Богушевской Из альбома Книга песен Джаст Композиция для хора Дэвида Луэнга Используется в фильме П. Сорентина Молодость Продолжение следует...